Доброе утро, мир. Так, похоже, я везде в эфире. Доброе утро, мир. Доброе утро, люди, живущие в нём. 9.20. Традиционно мы по утрам встречаемся с вами, говорим о интересных вещах в контексте жизни, в целом, денег. В частности, сегодня будет не исключение. Август у нас объявлен месяцем денег, поэтому будем рассматривать эту тему вдоль, поперёк и по диагонали. Я очень знаю, что здесь за ссылка мне была отправлена, но это меня, на самом деле, не очень интересует. Так, хорошо, вижу, что вы присоединяетесь. Доброе утро. Говорить сегодня будем с вами о родовых денег, о деньгах, деньгах, деньгах рода. Так называемые родовые деньги – один из базовых, один из составляющих фундамента взаимоотношения, человека взаимоотношения с деньгами. Да, спасибо, вижу, пишу, доброе утро, мир. Те, кто присоединяются, пишем, пожалуйста, доброе утро, мир. Доброе утро, люди, живущие в нём вместе со мной, что не может не радовать. Будем говорить с вами, ещё раз повторю, сегодня о секретах родовых денег. Секреты родовых денег. Почему секреты? Потому что говорить буду о том, о чём, ну, давайте так, не общепринято возможно, но правда. То есть будем говорить с вами, рассматривать контекст родовых денег и влияние родовых историй на вашу финансовую картину мира с того ракурса, с которого, ну, как-то вот, скажем так, будем развеивать заблуждение. Не претендую на истину в последней инстанции. Мой взгляд на то, что происходит, мой взгляд на закон родовых систем, и, возможно, вы слышали другое мнение, ещё раз, не претендую на истину. Ну, из того, что я вижу, знаю, наблюдаю, опираясь на таких, знаете, мастодонтов, таких вот слонов, которые изучали и, собственно говоря, стали основоположниками изучения влияния родовых систем, будем с вами говорить об этом. Для тех, кто меня видит в первый раз, меня зовут Светлана Горбач, я психолог, психолог на всю голову, поднимаю людям самооценку. И доходы делают обычно быстро, больно, но эффективно. Так вот, родовые деньги, по сути, родовые деньги, ещё раз, это фундамент всего того, что будет происходить с вами в вашей финансовой картинной жизни, в ваших взаимоотношениях с деньгами. Если рассматривать деньги, да, я это делала когда-то эфир, личная система денег, назвала ЛСД год назад примерно, недавно его нашла, этот эфир ЛСД, личная система денег, да, и пирамиду денег рассказывала. Если смотреть, да, есть в базе, это контакт с внутренним, я контакт с собой, потом родовые деньги, потом семейные деньги, и потом уже там детские, взрослые, деловые и так далее, да, благотворительные. Так вот, родовые деньги – это энергия денег, которая сопровождает ваш род, который на самом деле прожизнен и служит системе, и вам, как члену этой системы, и сопровождает вас на протяжении всей вашей жизни ещё от зачатия. Но на самом деле это та самая денежная энергия, та самая энергия продолжения, энергия развития в вашей родовой системе, которая обеспечила не только ваш приход, но и приход и развитие истории всех ваших предков. Это гигантский, колоссальный ресурс огромной силы, который доходит до вашего, ну, который метафорически входит вам в спину, да, доходит до вашего поколения, и что-то с этим вы можете делать. Есть большая иллюзия. Понятное дело, сейчас мы будем разбираться, как эти препятствия, либо блоки этой родовой денежной энергии, как они образуются, и что с этим делать, мы сегодня про это с вами будем говорить. Но перед тем, как говорить, я же вам обещала, что буду сегодня развеивать иллюзии. Так вот, первая иллюзия, утопическая, абсолютно утопическая иллюзия, уж простите, это о том, что я сейчас получу контакт с родовыми деньгами, я сейчас получу доступ к этому ресурсу, и польются у меня деньги в мою жизнь нескончаемым потоком, и наступит то самое пресловутое изобилие, и я, значит, стану богатым миллионером, изобильным, либо еще что-то. Слышали такое? Я думаю, что тот, кто периодически как-то озадачивается вопросами родового наследия в финансовом контексте, в финансовом плане, так либо иначе с этой идеей сталкивались, встречались о том, что вот, у тебя нет денег, а, так это у тебя в роду заблокировано. Ты сейчас эту родовую штуку закроешь, и пойдет изобилие. А потом человек, что происходит? Человек приходит, какую-то там штуку в родовой системе закрывает, а изобилие не наступает. А в лучшем случае не наступает, а иногда еще перекрывается финансовый поток. Встречались? Напишите, пожалуйста, тот, кто встречался с вот этой ловушкой, когда вроде бы пошел расстановку сделал, и вроде бы пошел там с родом как-то поработал, значит, что-то там закрыл в своей родовой системе какую-то, не знаю, травму, какую-то историю, и ожидая, что должен пойти сейчас финансовый поток, а финансовый поток не идет. Либо вообще, либо просто не увеличился в самом лучшем случае, серия не сработала, либо перекрылся. И это вот такая занятная штука, сейчас разберем, про что это, такая занятная штука, когда человек встречается в том, что это была иллюзия. Про что это? Первый пункт, первый пункт, даже когда вы получаете эту энергию, даже когда вы получаете этот контакт с этой родовой энергией, с энергией родовых денег, с этим ресурсом, это не гарантирует вам поступление нескончаемого потока денег в вашу жизнь. Извините, если думали так. Отнюдь не гарантирует. Потому что единственное, что это гарантирует, это то, чтобы этот ресурс в свою жизнь приняли, как энергию, как идеи, как возможность что-то делать, как открывшийся путь. Но что вы с этим ресурсом сделаете сами в своей жизни, вот это будет определять вашу возможность получения денег. Это важно понимать, это не хочется понимать. Я понимаю, что кого-то, кто-то меня сейчас услышит и скажет, бред какой-то, вот как же, так же, вот там знакомая пошла сделать расстановку, и у неё попёрла, у неё сработало, а у меня, вот говорят, не сработает. Ещё раз, это знаете как? Вы пришли и получили доступ к контейнеру, не знаю, контейнер, да, там большой водоём, огромный водоём. Вот вы получили доступ к огромному водоёму. Что вы сделаете с этим водоёмом, потом будет зависеть от вас. Вы этим водоёмом начнёте продавать воду и монетизировать его. Вы начнёте пить сами, не продавая его. Вы сделаете у этого водоёма курортную зону. Вы сделаете у этого водоёма благотворительный центр. Вы сделаете, понимаете? Вот то, что вы сделаете с вот этим вот ресурсом, вот это будет определять, будут деньги, либо нет. Это один момент, второй момент. Вот тут мне прям хочется, ну, хочется акцентировать внимание. Собственно говоря, в КЭСов, вот тот, кто играл в КЭСов, есть задание, да, мы вначале разблокируем доступ к этой энергии, там есть целых два, иногда третий захватывается, задание больших по неделе примерно мы работаем с этим, когда мы распаковываем, разблокируем доступ к родовым деньгам, к энергии родовых денег. И потом, и потом в последних заданиях есть задание моделирования, по сути, куда потом эта энергия разблокирована, будет направлена таким образом, чтобы она деньги приносила. То есть просто получить доступ к энергии денег, увы, ах, этого недостаточно. Впоследствии нужно смоделировать, смоделировать, куда будет направлено, как будет этот ресурс использоваться для того, чтобы эти деньги, да, этот ресурс монетизировать, что называется. В родовой системе не было долларов, в родовой системе были рубли, серебро, золото, слитки, да, как энергия. Вы это берете, как вы потом взаимодействуете с этим, как вы распоряжаетесь этим потом, вот это определяет результат. Поэтому в кэсах эта штука соединена. В начале распаковка этой энергии, потом моделирование, куда ее направить. Сейчас читаю комментарии. Но это странно, расстановки рассматривать как волшебный ящик. Это же метод для того, чтобы разобрать свою восприятие, ситуацию, видеть новый опыт или возможные варианты. Катюш, рада, что ты со мной на одной волне. Тем не менее, как показывает опыт и практика, не, давай так, много... Ладно, назовем это слово богатая, богатый опыт и практика. Не всем это кажется странным. И я очень часто встречала и встречаю такой подход не только к расстановкам, не только к расстановкам, а в целом к работе с нашими помогающими братьями. В том, что вот я сейчас пойду, мы все разрулят, и будет вам счастье. Вот я сейчас пойду, все произойдет, и будет вам счастье. А если в роду особого достатка не было, так что монетизировать? Спасибо за вопрос, сейчас это будет, сейчас объясню. Это вторая ловушка. Вот тот вопрос, который был задан сейчас в Инстаграм, если в роду особого достатка не было, что монетизировать? И это гигантская ловушка, если с этой... Сейчас объясню, станет все понятно. Если с такой позиции заходить в родовые поля и с этим работать, это риск перекрытия себе финансового потока от словосов с тем. Почему и что это значит? Да, причем здесь ловушка, что называется, палка о двух концах. Две стороны монетки, обе ловушечные, обе несладкие. Сейчас прочитаю. Почему? Потому что, с одной стороны, если человек живет с идеей о том, что вот в моем роду достатка никогда не было, что же можно монетизировать? То у этого человека с большой долей вероятности, всегда бывают различные веяния, исключения, еще что-то, с большой долей вероятности, у этого человека есть идея о том, что мне по судьбе было не дано, нежели богато в моем роду как-то выживали, богатых в моем роду не было, откуда же мне тогда взять ресурс? И тогда человек попадает, это первая ловушка, сейчас аккуратно все прочитаю, это первая ловушка, в которую попадает человек с идеей, что тогда у него ресурс брать ему неоткуда. Первая ловушка. Вторая, в смысле первая, знаете, первая грань ловушки. Вторая грань ловушки. Человек смотрит на своих предков как на неуспешных. Как на неуспешных. И вот это сейчас слушайте, пожалуйста, внимательно. Это то, на чем я в КЭСов очень акцентирую внимание. В этот раз, в этом потоке будет дополнительное задание для того, чтобы докрутить, для того, чтобы сработало еще сильнее. Есть такая идея о том, что есть успешные рода и неуспешные, бедные роды. Либо вот как особого достатка не было. И тогда в этом особого достатка не было. Есть такой флёр, не флёр, да, есть такой, ну, как будто бы особо успешных, сильных в моем роду, ну, как бы не было, мне неоткуда этот ресурс брать. Я тогда тоже не очень сильный, потому что в кого же мне удастся, да, если сильных не было. Идёт обесценивание силы предков. А обесценивание силы предков – это обесценивание ресурса. И за обесценивание, если зайти в родовую систему, зайти в расстановку, я такое наблюдала, наблюдала, не суть важна. Да, когда заходят в работу, расстановку, я сейчас говорю даже не только расстановку, ну, да, обычную классическую расстановку, расстановку на картах, расстановку, ну, в визуализации, есть разные контексты. Так вот, если заходят в поле с этой идеей, она ещё, знаете, чем отображает, чем она может, в чём она может проявляться? Как зайти и помочь предкам, зайти и закрыть какую-то историю, и снять что-то, какой-то груз снять с предков. Да, вот эти вот контексты за это можно больно получить по голове, потому что в этом очень много неосознанного, просто потому что никто, ну, не рассказал, извините, не научил, и есть, ну, и есть предпосылки, да, обесценивание мощи и силы предков. А теперь посмотрите, что на самом деле, на самом деле, что есть в ваших родах, в ваших родных системах. Есть предки, обладающие стратегиями, которые приводили к деньгам, и это то, что вы называете успешным. Услышьте, это важно, это критично важно. Есть предки, которые обладались жизненными стратегиями, пользовались жизненными стратегиями, которые приводили к деньгам. Это то, что вы называете успешным. А есть предки, у которых, которые не пользовались стратегиями, которые приводили к деньгам, но их стратегии приводили к сохранению и продолжению жизни. Их стратегии приводили к сохранению и продолжению жизни. Но там было очень много боли. И большинство потомков смотрят на боль предков, идентифицируются с болью предков, идентифицируются с их тяжелыми историями, влетают в спасательство сознательно, либо бессознательно чаще всего, влетают в спасательство в векторе, в направлении предков, обесценивая, что при всем том трендеце, который человек, предок в том периоде, в своей эпохе прожил, он выжил и передал жизнь. Вы масштаб ресурса, которым человек обладал. Можете себе представить? Понимаете, что происходит? Вот секрет родовых денег в том, чтобы научиться, один из, научиться принимать, не оборвать связь, не, я не хочу бы ничего иметь общего с этими голодранцами. Извините, это цитата одного из клиентов, с которым потом была крутая работа, и у которого потом были крутые результаты. не хочу иметь ничего общего, не в моем роду столько боли, я не хочу туда даже смотреть. Нет. А вот в этой боли не идентифицироваться с болью, а уважать, идентифицироваться с той силой, благодаря которой, несмотря на весь тот ужас, который происходил, человек выжил и передал жизнь вам. Вот это вот два момента, с которыми мы работаем в КЭСов. Сейчас, перед тем, как продолжить, прочитаю ваши комментарии. Так, если человек знает, что в роду одна голь перекатная, это ограничивающее убеждение, или всё-таки нужно идти и делать? Я думаю, что я только что на это отвечала. Если вы считаете, что в вашем роду голь перекатная, посмотрите, пожалуйста, на то, какие ресурсы там были, какая сила там была, что несмотря на то, что голь перекатная, жизнь продолжилась. За обесценивание предков народ очень больно получается по голове. Так, даже никогда не задумывался о родовых деньгах, и их деньги – это их, а мои – это мои. А вот это вот сильно неправда, и это обделение себя из гордыни. Sorry, да, но я обещала, сегодня будет жёстко. Хотя, когда было проще. Ой, а я кролика вижу. Да, он там живёт. А я кролика вижу. Да-да, вы слышали. Смотрите, это важно. Это очень важно. То, что вы называете голь перекатная. Те тяжёлые истории, которые прожили наши предки, в голодоморе, хороня своих детей, выживая при раскулачивании, в ссылках, в эвакуациях, проходя войну, проходя голод, когда одного ребёнка убивали, чтобы накормить, сварить и накормить других. Это всё то, что проявляется в историях и в расстановках. И большинство… Иди за белым кроликом. Белый кролик получит доступ доступ к свободе где-то минут через 20-19. Я не успела перед эфиром его отпустить. Открыто. Когда вы смотрите на это, вы попадаете в жесточайшую ловушку. В жесточайшую ловушку, обедняя себя, обедняя себя, обделяя себя, разделяя внутри себя свою родовую систему на бедных и богатых, на бедных и богатых. И лишая себя, чаще всего идентифицируя с болью бедных. Теперь, это не отменяет… Сейчас, секунду, очень хочу попить воды. Это не отменяет того факта, что в вашей родовой системе действительно были люди, которые проживали очень тяжёлую историю. И следующая ловушка, в которую попадают большинство людей, с которой мы работаем на очень глубоких уровнях в КЭСов… Снова кролики. Да, в которой мы работаем на очень глубоких уровнях в КЭСов. Это идея о том, что мне род передал. Мне род передал. Так вот, прекрасная неправда. Ничего вам род не передал. Большинство из того, что вам род… В смысле, ничего плохого. Большинство из того, что вам род передал, в кавычках, вы сами взяли. И ента важно… Этот момент тоже важно разделять и понимать. Мы, да, предки только дают по закону родовых систем. Предки только дают, потомки только берут. Но берут… Берут потомки… Вот давайте так. Что чаще всего? Вот просто вспоминаем. Вспоминаем такую штуку. Мама идёт и кушает мороженое. В одной руке она несёт мороженое, а в другой руке она несёт тяжеленную сумку. И рядом с ней топает топотышка, не знаю там, трёх, пяти, семи лет. Ну, после восьми, там уже по-другому, уже, в принципе, последствия всего того, что происходило, в три, пять, семь. Ну, вот идёт рядом с ней топотышка в три, пять, семь лет. И у него тоже есть мороженое. Ну, мама ему тоже купила. И вот ребёнок-ребетёнок в большинстве случаев вспоминает себя. Рядом с вами идёт ваша мама с тяжеленной сумкой. Что вы у неё попросите? Что вы у неё возьмёте? Мороженое или тяжеленную сумку? Большинство. Ну, я не говорю все. Отнюдь. Я не говорю все. Но большинство возьмут тяжеленную сумку. Либо скажут, мам, давай я тебе помогу. Я сейчас не говорю, что это плохо. Услышьте. Я сейчас не перевожу в детско-радительские отношения. Я сейчас просто показываю, как работает механизм импульса. Механизм импульса работает на боль. Ну, мы так устроены. Да, у нас одна голова, две руки, две ноги у большинства. Да, сумку, конечно, сумку. Механизм импульса будет взять тяжелое у старшего. Взять тяжелое у старшего. И на этом же самом механизме. Понятно, что если бы мама специально приучала ребенка не брать у нее, то, что я большая, сама справлюсь. Я сейчас не говорю про хорошо, про плохо. Я пока только механизм показываю. С мамой-то, может быть, имеет механизм импульса работает на боль. Абсолютно верно. Да, механизм импульса работает на боль. Мы так устроены. Ну, вот так, потому что. Потому что, когда у вас болит палец, когда вы стукнули себя молоком по пальцу, не дай бог, конечно, вы забываете о том, что у вас не болит голова. Вы забываете о том, что у вас не болит левая пятка, и правая пятка не болит, и вообще вторая рука не болит, и печень здоровая, и сердце нормально бьется, и глаза видят хорошо, и обоняние чудесное. Вы все это не помните. В тот момент вы помните только об одном. Молотком больно по пальчику. Все. Это механизм, который так работает. Поэтому, когда приходят потомок, из разных механизмов, там срабатывает на самом деле не один механизм. Вот этот механизм, внимание, она боль срабатывает, срабатывает необходимость принадлежности, срабатывает правила о том, что полезных не исключают в следствии механизма необходимости принадлежности. И потомок начинает на себя грести, И что сам, а поскольку боль становится невыносима, сознательно, осознанно, либо неосознанно, боль становится невыносима, тогда потомок для того, чтобы, ну вот он загибается уже под этим грузом, который нагрёб, и под этими запретами, которые нагрёб. Но эти запреты родовые, они-то были относительно той эпохи. Мы же живём с вами в другой эпохе уже. Понимаете, эпохи разные, судьбы разные, задачи, душ разные. А человек приходит и начинает на себя нагребать до состояния, что он уже под этими запретами и тяжёлыми судьбами тихонечко загибается. И чтобы как-то справиться, как-то оправдать, что ли, вот это состояние, что я под этими запретами уже тихонечко загибаюсь, человек начинает оправдывать то, что он нагрёб на себя, то, что он на себя набрал, начинает оправдывать тем, что он героически спасает свой род. Либо ему передали, либо ему завещали. И тогда включается такая, знаете, жертва, я это называю жертва, возведённая в ранг героизма. Когда, и это такая, ещё одна крупная ловушка, сейчас ещё про это скажу, чтобы не забыть, да, ещё одна крупная ловушка, которая мешает себя это снять. Потому что, чтобы снять это с себя, приходится признать, что мне никто не давал, что я сам на себя нагрёб, что я, ну, никто мне не должен снять с себя корону и сказать, я не справляюсь. Вот чтобы снять с себя вот это вот тяжёлая рода, то, что человек на себя нагревает, приходится признать, что я не справляюсь, я маленький. И приходится слезть с пьедестала героя, съесть, слезть с того, кто там отмаливает рот. Либо мне как-то задавали вопрос, может ли быть такое, у меня волосы шевелились, честно говоря, прям как убеду загоргоны, может ли быть такое, что девочка старшая рода? В смысле, что значит старейшая рода, старшая рода? Что значит старшая рода? Что значит старейшая рода? Ну, нет. Ну, вот, значит, ей там где-то рассказали о том, что она, её миссия отмолить весь род, она старшая рода, она потомок! Она маленькая относительно тех старших предков. И тогда, да, это прекрасный инструмент отказаться от своей собственной жизни, прикрывшись тем, что я потомок, я старейшая рода, прикрывшись тем, что я отмаливаю весь род. Вот, понимаете? У меня был такой, да, хранительница, вот, ну, не ты справишься, это не от себя был вопрос, я хорошо помню, от кого был вопрос, и что там была за история. Да, хранительница рода и сестёр. Это чудесный, на самом деле, способ, извините, если сейчас кого-то задену, чудесный способ не брать на себя ответственность за свою жизнь. Так вот, замечательный способ не брать на себя ответственность за свою жизнь, это взять ответственность за предков. Инструмент отказаться от собственной жизни. Абсолютно верно. Абсолютно. Это инструмент отказаться, это трусость. Это нехватка ресурса. Извините, что жёстко. Ну, правда, иногда я бываю жёсткой, потому что это инструмент отказаться от собственной жизни и прикрыться тем, что я хранительница рода и сестёр. Ну, извините. Если ты хранительница рода и сестёр, и в твоей жизни всё шикарно и прекрасно, то замечательно. Продолжай жать. Ну, ты хранительница своего рода вперёд. И только тогда ты исполняешь задачи рода. А можно благодарить род, читая за них молитвы? Благодарить – да. Конечно. Единственное, что могут потомки относительно рода – это благодарить. И здесь важно один простой момент. Если вы благодарите и читаете молитву из благодарности, благодарности, а не я сейчас для вас молитву читаю, и вам там станет проще. Да какой же вам там станет проще, люди? Вы это мёртвые. Энергоинформационная структура живёт, память живёт, в системе живёт, но сам человек свою судьбу прожил. Понимаете? Он прожил свою судьбу. И пошёл дальше, не знаю, там, в жизнь между жизнями, между воплощениями. Может, уже в следующем воплощение, смотря, насколько далеко это происходило. И просить помощи от рода за своих братьев и себя. Просить помощи от родов для себя, конечно, да, братья здесь при чём? Ну, такое. Очень спорно. Я бы смотрела, почему вам нужно брать ответственность, если братья взрослые и немаленькие дети, и вы воспитываете их по просьбе родителей, то это одно. А если выросшие взрослые деньги, дети, в смысле взрослые мужчины, ну, смотря, что вы в этом получаете. Мне здесь чем-то таким, знаете, я бы здесь, у меня включился этот вот, Ройся, копайся. Я тут явно чувствую что-то, за что я бы сейчас зацепилась и начала бы вот это вот, ну, раскапывать. А для чего? Да, что такого вы получаете, если вам есть необходимость просить у рода помощи для братьев? Ну, я бы поискала. И почему тогда вам кажется, что братья, может быть, немощные, не могут сами попросить помощи? Почему они нуждаются в этой помощи? Ну, в общем, мне здесь нужно, мне здесь не нужно, потому что нет к этому запроса, да? Но у меня вот это вот, какая-то штука здесь включилась. Блин, да такое мне сказали однажды, что я должна вести весь род матери, до сих пор не понимать. Да не надо понимать никому, вот кто должен, тут ведёт. Что значит вести весь род матери? Нет. Вы должны жить свою жизнь. Если вы живёте свою жизнь счастливо, ваши потомки могут быть счастливые. Понимаете? Потому что, если вы живёте свой род счастливо, ваши дети видят и учатся с счастью об вас. Бульдожка у тебя включилась. Да, Вера, бульдожка у меня включилась. Правильно? Ну, согласись, что здесь я, что у тебя, похоже, тоже бульдожка включилась. Вера просто тоже ведущая, ведущая и единственный обучающий тренер кэсов в грани денег. Поэтому, потому что там прям, прям копай, копай, копай. Там прям вкусненьким пахнет. Дальше. Следующий. Следующий пункт, в который падают люди. В который ловушки, которые такие ловушки, секреты родовых систем. Если не знать, которые и влезать туда, то можно по меньшей мере там, да, вот. По меньшей мере получить по голове за это. И это как раз те темы, которые мы глубоко разруливаем на кэсов в грани денег. Круто, посмотрю в этом направлении, благодарю. Братья сами справляются, взрослые. За себя, да. И опять же, смотря, что вы просите за себя. Вот тут тоже такая штука, помните, с которой я начинала. Ольга, простите, что я на вас, ну, на вас привожу примеры, просто вы пишите комментарии, я на это реагирую. Смотря, что вы будете просить для себя. Для себя, что мы можем получать от рода? Что мы можем, давайте так, что мы на самом деле, потомки, получают от рода? Что вообще такое деньги рода? Давайте с этого, ну, хотела сказать, начнем, но нет, ближе к концу уже. Что это такое? Что такое на самом деле родовые деньги? Благословение. Что такое благословение? Что это технически? Что это такое? Жизнь, конечно, понимаете? Жизнь, ресурс, что такое ресурс? Жизнь, энергия жизни. Это та энергия, когда у меня есть силы жить. Слово, ресурс, это энергия жизни. Энергия, когда у меня есть силы жить. Деньги приходят, ну, приходят, не так, деньги делаются из-за энергии жизни, энергии обмена. Вспоминаем, что такое деньги. Деньги – это энергия обмена. У меня здесь основа, ресурс – это слова, ну, очень близкие, но не полностью отображающие суть. Что такое энергия денег? Это энергия обмена. У меня здесь была энергия жизни, и я из своей жизненной энергии что-то создал. И здесь у человека была жизненная энергия, что-то он создал. И навстречу двух этих жизненных энергиях, воплощенных в продукт, товар, либо услугу, произошла энергия обмена. Да, и вот эта энергия обмена, это и есть энергия жизни. Так вот, то, что мы можем брать уроды, вот эти родовые деньги, родовые деньги – это стратегия. Да, вот когда, помните, я говорила, есть стратегии, приводящие к деньгам. Так это просто стратегия взаимодействия с жизненной энергией, стратегия монетизации жизненной энергии. А есть предки, которые не монетизировали жизненную энергию, а передали ее в чистом, да, вот в чистом, ее хватило, чтобы жизнь передать, несмотря на ужасы, которые они проходили. Так вот, мы можем просить уроду благословения, там, еще что-то, в том контексте, это важно понимать, что родовые деньги – это получение энергии движения в день, энергии жизни. Вот это тот ресурс, который вы на самом деле от рода получаете. И вернуть назад может только благодарность, в контексте, спасибо за жизнь. Это все. Вот спасибо за жизнь. Я буду тебя помнить, я буду тебя любить по-другому, в своем сердце. Могу хранить предков, в своем сердце. И вот это понимание, что это энергия жизни, которую вы получаете. Почему про кэсов, те, кто играли и порой играли не один раз, говорят, что кэсов – это игра, которая меняет жизнь. Почему у меня хэштег всегда «деньги не про деньги»? Потому что, потому что, по сути, мы открываем в процессе игры кэсов, мы открываем, человек открывает в себе свой путь, свою жизненную энергию, он получает эту жизненную энергию и потом идет ее монетизировать. И план монетизации. Но тогда, когда уже есть, что монетизировать. Получается, монетизируя деньги в жизненную энергию рода, человек сокращает свою жизнь. Что? А как можно монетизировать деньги, монетизируя в деньги жизненную энергию рода, человек сокращает? Нет, конечно. Как это сокращает свою жизнь? Что-то я вот тут вообще не была. В каждом поколении есть деньги и жизненная энергия. Деньги – это результат обмена разными жизненными энергиями, да, но человек, монетизируя в деньги жизненную энергию, так, секундочку, ровно минуту, ровно минуту, даже меньше. Смотрите, человек, монетизирует жизненную энергию рода, он получает жизненную энергию рода, в этот момент она становится его жизненной энергией, и он, чем больше у человека жизненной энергии, тем больше он может производить что-то полезное, да, для себя и людей, тем больше у него есть энергии вступать в обмен с другими людьми, тем больше у него есть доступ к деньгам, Потому что деньги – это энергия обмена. Надеюсь, вот так логику получилось донести. Чем больше у вас есть доступ к родовым деньгам, тем больше в вас вливается энергия жизни, жизненная энергия, которая передается, передали вам предки. Вы ее берете, она становится ваша. Это ваша жизненная сила, жизненная мощь. Тем больше у вас этой жизненной мощи, тем больше вы можете сделать хорошее, тем больше вы можете увеличивать калибр обмена с миром, с людьми. Чем больше у вас обмена с миром, с людьми, тем больше у вас денег. Чем больше у вас денег, тем больше вы можете заботиться о себе и об увеличении этого обмена. Вот, как-то так. Конечно, меняет жизнь Кэсов очень. Вот, спасибо, Лена, тоже участник и будущая ведущая, кстати. Причем уже совсем скоро. То есть в каждом поколении есть деньги и жизненная энергия. Да, прекрасно. Это были основные. Одну ловушку я не успела вам рассказать, но я уже ее вряд ли успею. Посему мы перенесем ее ловушка таких родительских денег. Про то, когда мы идентифицируем себя с родителями. Есть еще одна такая история, когда человек начинает идентифицировать себя с родителем, с которым не может выстраивать отношения напрямую. Это может быть либо, когда есть запрет любить родителя, я отворачиваю, но уже патролельно открываю уже комнату для своей следующей группы, когда невозможно напрямую любить родителя, либо когда родитель умер, либо когда родитель ушел, и невозможно отпустить и принять эту связь с родителем отпущенным, с родителем либо с бабушками и дедушками. Это уже, знаете, такой переход родовую в личное, через семейные деньги, через семейные деньги. И тогда человек начинает идентифицировать себя с мамой, либо папой, либо бабушка-дедушка. Путает, начинает смотреть на жизнь, начинает смотреть на жизнь глазами своей мамы, либо своей бабушки. Давайте так, я об этом подробнее, мы поговорим с вами, может быть, даже завтра, может быть, я изменю план эфиров, посмотрим. Но точно про это более подробно расскажу. Когда звучит это так, мне настолько больно было тебя отпустить, либо мне настолько больно было на тебя смотреть, что я поместил тебя в себя. Либо я перепутал и начал жить с тобой, начал жить твою жизнь. Это еще одна очень крупная ловушка, крупный такой секрет родовых денег. Мы об этом будем говорить подробнее, я сделаю про это отдельный эфир. Не пропустите, потому что это важно, и это у многих встречается эта штука. Разруливаемые эти ловушки достаточно глубоко, плотно, эффективно на кэсов грани денег. Я веду эту игру один раз в год, в этом году с 1 сентября. Welcome для тех, кто словил себя, обнаружил в себе такие вопросы, такие затыки в контексте родовых денег, когда не хватает сил что-то делать, когда не хватает энергии двигаться, когда как будто бы чего-то не хватает и где-то что-то перекрыто. Welcome с 1 сентября у вас есть возможность нейтрализовать, убрать, устранить эти блоки, получить доступ к своей жизненной энергии и к своим деньгам. Это было все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Я с вами на сегодня прощаюсь. Делитесь, пожалуйста, эфиром. Встречаемся с вами завтра в 9.20 в то же время, в том же месте и продолжаем разговор. Всем хорошего дня и пока-пока. Не забываем нажать кнопочку «Поделиться». Где тут мои продажи? Эх, где мои продажи для психологов? Сейчас, секунду. Все, вам всем пока. Рада была, что вы были со мной. До завтра в это же время запланируйте быть.